На календаре 24 августа. Именно в этот день, в 1943 году, легендарному летчику Алексею Моресеву присвоили звание Героя Советского Союза. Спросите, а при чем тут Самарская губерния? Это всем известный в Самаре университет Наяновой. А в годы войны здесь был развернут госпиталь. Сюда привозили бойцов с ампутированными конечностями. Летчика Моресева тоже отправили в Куйбышев. И здесь, в военном госпитале, в 1943 году его в буквальном смысле поставили на ноги. Олег Яковлев, главврач Самарского областного госпиталя ветеранов войн, встречался с летчиком Моресевым дважды. Алексей Петрович был тогда первым заместителем председателя Советского комитета ветеранов. И он начал ходить на протезах, очень трудно, начал ходить. А тогда у него появилось соответствующее желание и опять летать, продолжать. Ну вот он написал как раз в стенах нашего госпиталя письмо на имя самого главного командующего Сталина. Просил ему для него просто-просто сделать для его искусственных ног самолет не для ног, а для рук. Для рук. Чтобы руками он вместо ног себе помогал. От нас он был переведен в санаторий для военных летчиков, которые имеют Чкаловы. Вот сегодня название. Там уже наши коллеги медицинские сестры учили его уже танцевать. Вот уж точно, говорят, сила духа лучше любого лекарства. Кто-кто, а провизор Леопольд Греви толк в лекарствах знал. 24 августа 1879 года он был назначен фармацевтом Самарского губернского управления. Однако по-настоящему фамилию Греви прославил не он, а его сыновья. В 1904 году в Сокольих горах они открыли пещеру, которая потом была названа пещерой братьев Греви. О самой большой пещере Сокольих гор можно рассказывать часами. Даже говорят, что в одном из ее гротов есть подземное озеро и множество бездонных колодцев, покрытых скользким льдом. Но это уже другая история. Сегодня день рождения чипсов. 24 августа 1853 года шеф-повар одного американского ресторана по фамилии Джош Крам впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре саратокские чешуйки, именно так называли картофельные чипсы, стали одним из самых распространенных и любимейших блюд миллионов людей во всем мире. 24 августа 1973 года центральное телевидение завершило премьерный показ фильма Татьяны Леозновой «17 мгновений весны». Это был первый советский сериал. За две недели показали 12 серий. Сегодня трудно представить, что для премьеры может быть избран сезон отпусков. Но тогда голубой экран был главным развлечением советских людей. И улицы всех городов в буквальном смысле пустели, когда начиналась очередная серия. В 1989 году и тоже 24 августа в Сызране торжественно заложили первый камень будущего завода медицинского оборудования. На митинге даже выступил тогдашний министр здравоохранения СССР Евгений Чазов, посетивший по этому поводу Куйбышевскую область. 75 лет назад в этот день родился Вячеслав Герасимов, художник-монументалист, заслуженный художник России, вице-президент Самарской общественной гуманитарно-эстетической академии. И в этот же день на свет появился князь Лев Голицын, прославившийся как винодел. Он производил один из лучших в мире сортов шампанского. Французского композитора Жанна Мишеля Жара называют пионером электронной музыки. Автор и постановщик грандиозных световых шоу родился тоже 24 августа. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Федор и Мария. В старину в этот день было принято стричь овец. По расчетам крестьян до наступления холодов они как раз успевали обрасти снова. Да и людям состриженная шерсть была кстати. Мастерицы пряли нитки, вязали теплые вещи на зиму, а мастера валяли валенки. На сегодня это все. Встретимся завтра.